Добрый вечер, уважаемые телезрители! Несмотря на то, что почти каждую неделю мы приглашаем тех или иных сотрудников самоуправления в эту студию, все-таки прошло какой-то период времени, и у нас накопилось достаточно много вопросов, которые адресовать можно никому иному, как только мэру города. Поэтому именно его мы и пригласили сегодня в студию пресс-клуба. Нашим сегодняшним единственным гостем будет Янис Антонович Ласпис. Здравствуйте! Добрый день! Помогать мне будет моя коллега Любовь Тран, которая представляет портал Грани ЛВ. Здравствуйте! И меня зовут Ольга Питкевич, я журналист газеты «Сейчас». Янис Антонович, начиная наш разговор, как всегда, с общего такого вопроса, настроиться на нужный лад, в принципе. Вот уже можно говорить, что прошел почти год без малого, как Вы работаете в должности председателя городской думы. На Ваш взгляд, самые такие важные и знаковые решения именно для горожан, которые были приняты за это время? Ну, в первую очередь, наверное, те решения, которые люди испытывают или получают в результате их напрямую. Ну, это, конечно, решения, связанные с социальной сферой, с теми деньгами, которые мы адресуем напрямую в интересах горожан. Ну, это бесплатный проезд в общественном транспорте пенсионерам свыше 75 лет. Я даже удивился, насколько, на самом деле, востребованным оказалась эта льгота. Дополнительный день тем же пенсионерам оплаты в стационаре больницы. И, на мой взгляд, очень важным все-таки было решение по бесплатному питанию школьникам в школах. Сейчас это до 6 класса, а с 1 сентября будет для школьников до 8 класса включительно. Ну, безусловно, значимое благо. Наверное, второй такой большой блок, такая тема, которую обсуждают все, независимо от того, касается она тебя или не касается, это строительство в нашем городе. И есть такой интересный момент примечательный, что вот, ну, просто мы с коллегами отмечаем, что в какой-то момент, вот, когда работали ваши предшественники, уже несколько лет была такая тенденция, что, когда составляется смета на некий строительный проект, и потом проводится конкурс, то запрашиваемая сумма всегда, ну, на треть, как минимум, наверное, была выше, чем вот этот план финансовый. Теперь же все пошло наоборот, то есть строители просят даже меньшие суммы, чем изначально планировались. Чем вы это объясняете? Почему так произошло? Ну, наша главная задача, чтобы при любых услугах, которые мы покупаем от имени самоуправления или за них приходится оплачивать горожанам, не дать нажиться, ну, бизнесменам за счет бюджета или за счет наших налогоплательщиков. То, что это выгодно для города и для каждого из нас, ну, по-моему, очевидно, вот, даже еще в предыдущие времена проект путепровода провели, сэкономили 6 миллионов, сэкономленные деньги, вот, при европейском проекте построили, сделали улицу Вишки, и сейчас ведется ремонт улицы Видимость. То есть это дополнительные объемы, дополнительные работы, кстати, работы для тех же строителей тоже, да, поэтому стояли на том, что надо максимально эффективную работу организовывать и будем на этом стоять. Говоря тоже об экономии, так, ну, с другого аспекта, вот, недавно депутаты проголосовали за то, чтобы ликвидировать должности заместителя исполнительного директора Думы, которых было аж целых два. Вот, как на сегодняшний взгляд, на сегодняшнюю ситуацию, на ваш взгляд, хватает ли Думе одного исполнительного директора как такового? Ну, жалоб от наших служб, от горожан о том, что исполнительная власть стала работать хуже, что мы не успеваем реализовывать какие-то проекты, я не получал. Коллеги мои тоже, да, может быть, стала работа немножко напряженнее, там, определенным руководителем, моим заместителем, но это работа. И думаю, что та экономия, которую мы получаем, тоже, пускай не очень большая, но ее можно использовать на другие нужды наших горожан, потому что это чисто бюджетные деньги, на эти деньги можно дополнительные льготы давать пенсионерам, или если будет достаточно много сэкономлено, может быть, построим. А планы такие у нас есть, и жилой дом социальный, новый в городе, поэтому будем смотреть и здесь, как по возможности более эффективно тратить деньги бюджетные. Люди тоже к нам часто очень обращаются, но не могут горожане спокойно смотреть на то, как работают строители все-таки в нашем городе, несмотря на то, что там работу им дает город, но как-то они, по-моему, к нам относятся очень так своеобразно. Может ли как-то самоуправление на этапе строительства как-то давать какие-то указания, как-то контролировать, как работают строители? Нелогично ли, что вот, ну, если они одну улицу раскопали, то они ее сделали до конца, а потом пошли на следующую? Или у нас в этом, у вас в этом, как бы, моменте связаны руки, получается? Такие моменты по организации работ поэтапно должны быть оговорены на стадии проведения конкурса. Тогда можно ставить условие, что вот он порядок проведения работ, под каким-то участком вы работаете, и все затраты, связанные с такой организацией, строители учитывают, предлагая свою цену, и, естественно, тогда мы их требуем. Сегодня мы, находясь в не очень хорошей ситуации, бывает для горожан, да, оказываем давление на строителей, пользуемся допустимыми мерами, иногда, может быть, и, как называемым, административным ресурсом, чтобы все-таки сделать все возможное, чтобы неудобства, которые есть в связи со стройкой, были как можно меньше. Но есть и второй момент, это сроки строительства, которые тоже неразумны. Тут, наконец-то, вот за этот год удалось завершить строительные работы на школах. Я не буду говорить, что сняты все вопросы по проектам, потому что там еще будут идти послепроектные проверки, и Министерством финансов, и только тогда, когда всю документацию, все проверки пройдет, тогда можно будет, я надеюсь, поставить благополучный крест на этих проектах. Но работа в этом плане предстоит огромная. И такие же у нас проблемы и с А-13, и с трамвайными путями. На трамвайных путях, ну, как бы, срок реализации проекта уже прошел. И, в общем-то, уже, ну, можно сказать, неделю время работает на нас. То есть, строители должны будут компенсировать уже штрафные санкции за несовременную сдачу работы. Почему не организовались раньше и не работали, мне трудно понять. Просто сегодня зачастую такое впечатление, что наши службы работают вместо них, заставляя их работать быстрее и соблюдать графики. Хотя это должны быть их интересы. Ну, разбаловали их, может быть, заказчики своим отношением в работе до этого. Уже можно уверенно сказать, что А-13 откроют в этом году, что рельсы прекратят уже перекладывать, то есть, закончат проект в этом году. Или все-таки есть вероятность, что горожанам придется терпеть неудобства? Ну, по всем планам работы все-таки должны завершаться в этом году. Если на следующий год останутся какие-то работы, связанные там с переходными вещами, то они уже большого неудобства горожанам уже не доставят. Есть такой момент еще интересный, что строители как строители, с ними вообще сложно общаться. Они, по моему опыту, они все равно друг друга выгораживают. Я пытаюсь одновременно всегда общаться и с генподрядчиком, и со стройнадзором. Они как сговорились, они всегда одну песню поют, что это технология у них такая, все в порядке. Но есть такой интересный момент, не очень приятный, что со стороны заказчика, управления коммунального хозяйства, мы к ним тоже зачастую обращаемся с проблемами, которые нам излагают горожане. В частности, если ведутся какие-то работы, то люди просят, предлагают, ну, сделайте там временный хотя бы пешеходный переход. Подумайте о том, как там можно вскарабкаться по этим временным каким-то лестницам, которые устанавливаются. И в частности, вот замруководитель управления коммунального хозяйства, вот такой есть господин Вадим Симоненко, он так иногда довольно резко отвечает на данные просьбы, там коляску в руки и поднялась, и там как-то, ну, неприятно получается. Вот на ваш взгляд, достойно городского должностного лица вот такие ответы, такие реакции на просьбы горожан? Нет, ну, руководитель любого подразделения самоуправления должен уметь адекватно коммуницировать с людьми, с нашими жителями. Поэтому он прекрасный специалист, инженерно-технический работник, да, и, наверное, тогда надо больше использовать его в этой сфере. Но держать еще одного зам исполнительного директора, чтобы он вместо него коммуницировал с людьми, мы все-таки не будем, да. Мы постараемся наладить работу так, чтобы жители получали бы адекватную, нормальную реакцию, информацию от наших служб и наших работников. Здесь, может быть, есть и такой момент, что да, было в свое время несколько упущено, то ли не поняли, насколько эти работы могут доставить неудобства для горожан. Вот, опять же, задачи, стоящие перед строителями по возведению временных переходов, там, особенно, где касается пересечения, там, дамбы, лестниц, они не до конца организованы, да. И, ну, испытывая, может быть, дискомфорт, немножко нервничают и наши службы. Не, ну да, все понятно. Каждый должен быть профессионалом в своем деле. В принципе, да, зачастую бывает, что, например, врачи тоже в силу своей профессии не очень такие корректные комментарии дают. Но все-таки, да, учитывая то, что как бы город маленький, мы привыкли обращаться напрямую, вот, ну, в ту структуру, которая за отвечает, все-таки хотелось бы, да, немножко более-таки адекватные ответы слышать, потому что потом это передаем читателям, и от этого, ну, конечно, растет недовольство тем, что они слышат. Ну, это так, эмоциональный такой комментарий. Говоря о проекте, который уже был закончен, но все никак не дает успокоиться ни горожанам, ни, я так думаю, что и вам тоже. Проект в крепости по укладке плитки, которая была уложена просто ужасно, тем не менее принята в эксплуатацию. Вот, удастся ли в этом году хотя бы заставить строителей начать ее перекладывать? Ну, они начали перекладывать в прошлом году, просто те объемы, которые они сделали, намного меньше, чем мы все. И городское соуправление, и горожане хотели бы увидеть. И на этот год запланированы большие объемы по перекладке этой плитки, и мы будем следить за тем, чтобы эти работы выполнялись. Я не испытываю такого оптимизма, как строители, которые считают, что они за год исправят все. На мой взгляд, этот объем проводимых работ настолько велик, что, скорее всего, закончат его только в 2015 году. Ну, уж точно не снимем вопрос контроля и не оставим неисправленных работ там ни одного квадратного метра. Тем более, что гарантийный срок этих работ 5 лет. И за время этой гарантии все недостатки надо будет устранить. Насколько я вот уже успела вникнуть в технологию укладки тротуарной плитки, хотя это не входит сильно тоже в мои профессиональные обязанности. То есть, я так понимаю, что там проблема не просто вот снять и положить еще раз. То есть, там само основание сделано неправильно в нарушении технологии, раз такие вот эти неровности видны, да? Ну, даже не специалисту в то время, когда их укладывали, было видно, что они укладываются так, как их укладывать нельзя. И сказать, что там или только основание неправильное, или просто технология неправильная, ну, даже невозможно. Там слово повальное нарушение, они просто укладывались даже в тех условиях, в которых работы производить нельзя. Поэтому здесь будем смотреть так, чтобы они были бы сделаны соответственно всем требованиям, и соответственно бы они несли бы все положенные нагрузки и нормально эксплуатировались. А тогда вот вопрос тоже из сферы наблюдателя. Вот рельсы, они тоже многие бы обеспокоены о том, что они довольно кривые. Скажите, есть повод для беспокойства горожанам, или все-таки они будут вырованы, и мы можем смело на них кататься, ну, въехать по трамвае с ним? Ну, разумеется, что рельсы, которые не соответствуют техническим требованиям эксплуатации, приняты не будут. Да, есть визуальный материал, который достаточно впечатляющий. Конечно, это все будет устранено. А тогда, если говорить о трамваях, которые побегут по этим рельсам, недавно были вскрыты конверты с предложением. Скажите, вы будете при выборе победить или руководствоваться только ценой, или все-таки какими-то характеристиками самих вагонов? Там немного было претензий к белорусским вагонам, то, что внутри находится ступенька, что очень неудобно для наших пенсионеров, которые преимущественно ездят на этих трамваях. Сначала проверим, соответствуют ли предложенные трамваи тем техническим параметрам, которые мы хотим. В том числе, там и изменились требования к возможной разнице между уровнем пола. Она существенно ниже, сейчас таких больших ступеней внутри вагона не будет. Мы несколько увеличили требования к отдельному весу просто низкого пола. И уже если предложенный трамвай соответствует этим техническим параметрам, тогда уже из тех, которые соответствуют, будем выбирать самое дешевое. Но хочется, чтобы он был бы и визуально привлекательным. Но на это, я так понимаю, есть 8 месяцев, значит, в следующем году, если только все будет в районе. Нет, мы закончим оценку вагонов сейчас. Комиссия закончится работу в мае месяце. Такой срок, я думаю, что реален. Но посмотрим, как там у нас дальше пойдет, будут ли жалобы, сколько раз придется решать вопросы в ИУБ. Но думаю, что июнь, конец месяца, начало июля, мы уже должны иметь заключенные контракты, поставки. И я думаю, что большую часть вагонов мы увидим еще в этом году. Ну, это, конечно, будет зависеть от возможности поставщика, но те заводы, которые стоят за фирмами, которые сделали предложение, по-моему, достаточно серьезные, чтобы могли, имели, имеют мощности, чтобы большую часть заказа выполнить еще в этом году. И по срокам европроектов мы тоже вкатываемся, да? Срок у нас до августа 2015 года, но я думаю, что мы получим раньше. Мы будем делать все, чтобы получить раньше все эти реализации, чтобы закончить реализацию проекта раньше и спокойно уже тогда дальше работать. Потому что новые проекты, над которыми работать, тоже есть, и не так мало забот доставляют и требуют времени. – Городская администрация сделала такой подарок горожанам на майские праздники, открыла мост через Долгаву, ну, как бы нормально можно было на него привычно заехать, но он снова закрывается. Как долго еще придется терпеть неудобства, как продвигается этот проект? Это на все лето, вот это будут такие пробки в центре города? – Нет, на мосту реверсивное движение, реверсивное движение, то есть, когда будет работать только одна полоса, будет на время прокладки температурного шва по второй стороне дороги. Запланировано это на третью декаду мая, но пока не будут заасфальтированы подъезду к мосту, работать и начать не будет разрешено. Ну, и график составляется так, чтобы май закончить, чтобы все-таки, когда у нас ожидается праздник города, чтобы все проезд через мост был бы нормальным и не составлял бы никаких больших проблем. Ну, сейчас поставлена задача, строители составляют график работы, чтобы все работы были бы выполнены в 10-дневный срок. Один из таких, наверное, как модно говорить по-английски, челлендж для самоуправления – это организовать ремонт туннеля железнодорожного, который ведет к крепости. Я разговаривала с господином Михайловым, он вообще был в шоке, когда ему об этом сказали. То есть он себе это видел так, что четверка-пятерка автобус будет ехать до туннеля, выгружать пассажиров, они будут пешком переходить, там их будет встречать другой автобус. Ну, это просто сумасшедшая схема. Как-то удается найти какой-то компромисс, чтобы полностью не закрывать этот туннель на время работы? Или действительно нас такое и ждет? Ну, первое предложение, с которым нам пришли строители на три месяца закрыть улицу Тетушный и Даугово, категорически отвергнуто. Сейчас поставлена задача, чтобы организовать работы с сохранением проезда, но там уж никуда не денешься, на определенный срок надо будет делать реверсное движение, то есть только одна полоса будет работать по светофору, удастся ли вообще избежать закрытия движения под мостом? Ну, сегодня еще ответить не можем. Допускаем, что при неблагоприятных условиях для прокладки ливневой канализации, ну, тоже срок примерно на 10 дней, может быть, надо будет. Но пока смотрим, чтобы найти те решения, чтобы не закрывать. Но если придется закрывать, параллельно работаем сейчас с Министерством обороны по возможности установки понтонового моста через реку, чтобы все-таки, ну, на лиховом транспорте можно было попасть в город хотя бы через ГАЁК. Ну, и, конечно, никакие работы по закрытию или ограничению движения под железнодорожным этим виадуком не будут начаты, пока не будет открыто пешеходное движение по новому туннелю, который там уже сейчас возводится достаточно энергично. Ну, ясно. Есть такая еще интересная информация, что Дума вроде бы уже купила или собиралась купить тот частный пляж, который вот на берегу озера, большие стропы, где там голубой флаг, все было здорово, пока не начались финансовые трудности у фирмы, которая всем этим владела. Этот пляж теперь будет в собственности самоуправления? Ну, депутаты приняли в свое время решение, что ждать и смотреть просто там, что с ним случится, а, скорее всего, при неплатежеспособности фирмы оно бы пришло бы в негодность и было бы растащено. Не то, что нас устраивает. Сейчас принимали участие на аукционе по покупке имущества. Здание недвижимости мы купили. Ну, по-моему, это удалось сделать даже не очень дорого. 30 тысяч евро за одно здание, 4 за другое. Это не такие большие деньги, потому что, чтобы построить такие вещи, я думаю, за 150 тысяч сегодня еще можно было бы и не сделать. Но это не главная наша задача. Наша главная задача – обеспечить, чтобы там и впредь работал пляж. Чтобы горожане могли получать качественную услугу. И не только горожане, но и гости, которые приезжают нам в город тоже. То есть это также будет бесплатный пляж, где есть дополнительные услуги, которые можно получить уже за деньги. То есть там шезлонги, там работает кафе, там все останется как прежде, получается. Да, сейчас наши службы работают уже над следующим этапом, чтобы обеспечить работу пляжа уже с началом купального сезона. Будем ждать. Говоря немножко о развлечениях, но в другой сезон, в противоположный совершенно. Тоже ходили такие слухи, что в городе может появиться круглогодичный или хотя бы сезонный, но крытый каток. Правда ли это? Когда это удастся? Осуществите, если удастся. Ну, решение по исполнению схемы принято. И при благоприятном истечении обстоятельств мы, может быть, сделаем даже в этом году. Финансовый ресурс у нас есть. Но сначала надо перенести скейт-парк, который сегодня находится рядом с Ледовым дворцом, туда, в сторону, к Тиру. Ну, тем более, что он все равно требует капитального ремонта, и при переносе его мы сделаем практически уже новый. И уже тогда там, рядом с Ледовым дворцом, будет сделан искусственный лед, синтетический лед. Это достаточно качественное само по себе покрытие, которое позволяет и кататься, и играть в хохей, размерами практически в хохейную площадку, которая позволит уже намного больше горожанам и проще получать эту услугу, и работать он будет круглогодично. Ну, синтетический лед проще тем, что летом там нет больших затрат по его содержанию. Но я бы хотела тогда перейти от темы развлечений к теме здравоохранения. Вот, наконец-то, с обеих сторон подписан договор о сотрудничестве между Докопьевской думой и больницами Страдыня? Университетом, то есть Страдыня. Скажите, пожалуйста, можно наконец-то решиться, сдвинуться с мертвой точки проблемы нехватки медиков у нас в больнице? Можем надеяться на новое молодое поколение, которое будет иметь пользоваться оборудованием и применять его? Я смотрю по закупкам, оборудование в больнице пополняется постоянно, а вот врачи у нас чего-то не пополняется новыми кадрами. Конечно, именно с этой целью договор с университетом и заключался. Кроме этого, мы приняли же свою льготную программу для резидентов, чтобы привлекать сюда молодых специалистов. Начнем работать и с теми, кто поступает сегодня в ВУЗ, а интерес у наших молодых ребят и девочек большой к этому учебному заведению, значит, надо решать, чтобы они сюда и возвращались. Но здесь надо подумать о том, чтобы действительно, приходя в больницу, те же резиденты имели бы возможность получать достаточно хорошую, профессиональную, возможности для профессионального роста и деятельности. Оказывается, что вопрос не только там чисто финансовых или желаний-нежеланий резидентов. Зачастую, с точки зрения университета, есть некоторые условия, которые надо поменять, и здесь, на месте, в больнице, чтобы сюда молодые специалисты хотели бы идти работать. То есть, амбиции их тоже, да? Ну, это их амбиции. Это может быть, это не только в медицине практически на любом месте, когда те специалисты, которые уже, ну, пенсионного или предпенсионного возраста, на самом деле, так и не торопятся уходить и отдавать место молодым, да? И с такими вещами тоже надо встречаться. А молодой специалист, приходя, тем более, врач, он хочет работать и иметь возможность полноценно участвовать в процессе лечения. То есть, ну, свои профессиональные амбиции он должен подтверждать. А, например, сомправление готово выделять квартиры? Я понимаю, с детскими садами у нас нету проблемы, но вот квартира, то есть человек приезжает абсолютно, предположим, на пустое место. Как это вот быт его, улучшить врача, чтобы ему было здесь комфортно, сначала приступить к работе, а вот не искать, не решать эти проблемы? Потому что за время учебы, я думаю, в Риге он немножко обосновался и уже как-то корни пустил, чтобы вот эти корни были здесь тоже. Ну, есть разные пути, да? Просто выделять квартиру, ну, не так просто, но мы будем отрабатывать механизмы. Ну, в Лепой, там, допустим, ведется, здесь принята программа, по которой больница выделяет деньги дополнительно привлеченным специалистам на аренду жилья. Естественно, сомправление поддерживает такую программу, поэтому будем смотреть, если стипендии резидента, которые мы сейчас даем, будет мало, то будем смотреть, какие еще дополнительные, там, ну, в первую очередь, наверное, связанные с жильем, да, льготы сомправления сможет и будет предоставлять этим специалистам. Без врачей мы свою больницу, и не только больницу, да, оставлять не собираемся. Правда, есть приятное исключение, да, вот наша стоматологическая поликлиника, ну, которая у нас собственность сомправления решает задачи и привлекает, в том числе и молодых специалистов сама, хотя в этой, ну, достаточно коммерческой части медицины, казалось бы, предложение специалистов есть и так. Тогда хотела, ну, перейти к очень актуальной и горячей новости. Вот на днях поступила информация о том, что все-таки ИУБ отклонило все претензии конкурентов, которые претендовали на обхозяйствование мусора в нашем городе. Скажите, пожалуйста, что делать горожанам, как реагировать, сколько ждать и заключение нового договора? Ну, буквально на днях к нам приедут представители, сегодня, можно сказать, выигравшие конкурсы, предложившие цену существенно ниже, чем которую платят сегодня горожане, будет подписан договор, и мы обговорим все условия, как они будут перенимать этот бизнес, какие сроки, и, конечно, о том, как они будут информировать горожан о тех услугах, которые они будут предоставлять, и каким образом будут вести свою деятельность. Думаю, что их можно будет увидеть у вас тут же в студии в гостях, и они сами расскажут о тех планах, которые у них есть. Да, период непростой, переход от одного исполнителя работ к другому, но будем делать все, чтобы эти неудобства, которые могут возникнуть, были бы минимальными. Ну, а главное, что все-таки цена, которая предложена, она существенно дешевле, чем сегодня. Ну, вот Люба, она как-то так про мусор, но мусор недавно стал актуальной темой в нашем самоуправлении. Я вот о вечном хочу поговорить, об отоплении. Эта тема всегда актуальна в Далгов Тосе. Но вот сейчас в марте на почти 3% был снижен тариф на отопление. Нечего говорить, горожане вообще этого не почувствовали, потому что, во-первых, отопительный сезон закончился, во-вторых, 3%, что это есть. Есть ли у предприятия теплосетей еще какой-то ресурс, какие-то внутренние возможности для того, чтобы еще более оптимизировать свое производство и давать еще больше какие-то скидки по тарифу в будущем? Ну, тариф, конечно, мог бы быть снижен и больше, чем на эти 3%, если бы не выросли налоги, которые приходится платить производителям тепла, которые подняли бы тариф, если бы не были бы приведены вот эти мероприятия. То есть мы ожидали порядка 8% этого понижения, и так его, к сожалению, съели все дополнительные расходы. Но ведь надо понимать, что мы пока не закончили нашу главную проблему, в принципе, да, это договорные отношения, которые из Батерго, они не дают нам в полной мере решать те задачи по развитию и реконструкции предприятия, которые мы поставили. Но отступать от этой задачи мы не собираемся. Да, ситуация непростая, договор заключен в интересах, в общем-то, Батерго, но мы решим эту проблему не так быстро, как хотелось бы, потому что мы не имеем права на ошибку, ошибки могут стоить очень дорого. И параллельно ведем работу по тому, чтобы проводить реконструкцию котельных предприятий проводил обо своим силам, своими силами, начиная от небольших проектов генерации с использованием других видов топлива и работаем по щепе. Поэтому в перспективе все-таки уменьшение тарифа будет и больше, чем на эти 3%. Недавно депутаты утвердили, я так понимаю, немного видоизмененную программу поддержки тех домов, которые хотят провести некоторые мероприятия по утеплению. Я так понимаю, что сейчас принцип таков, что поддержка меньше, но она доступна, соответственно, большему количеству людей. Насколько активны жители в освоении этих денег? Подают ли заявки? Ну, сама по себе программа финансирования утеплений жилых домов, она и запускалась с такой целью, чтобы показать на примере, что это хорошо, выгодно и окупается. Ну, в основном, эта цель достигнута. Интерес к этим программам у жителей есть. И очередь по желающих утеплять свои дома достаточно велика. Поэтому пришло время ее несколько поменять, потому что все дома за деньги самоуправления утеплять мы не сможем. Тогда нам придется закрывать и школы, и все социальные программы, и все прочее. Потому что деньги, которые нам нужны, они очень большие. Но для этого есть европейские программы, и те дома, которые пойдут на эти европейские программы, будут получать наше софинансирование, чтобы этот уровень поддержки был бы не меньше, чем он есть сегодня. Но кроме этого, мы все-таки определяем отдельные, но более важные моменты, которые будем поддерживать отдельно. То есть считаем, что очень важно, чтобы в доме можно было бы отопление регулировать. Каждый жилец мог бы в своей квартире и рассчитываться, если хочет, по счетчикам за тепло в своей квартире. Это стимулирует и к экономии тепла, а соответственно к мероприятиям по утеплению дома. И в конце концов, каждый понимает, что он делает. Вот эти мероприятия будут поддерживаться и впредь из городского бюджета в размере 80% от стоимости работы. Ну и другие, связанные с крышами, с торцами домов. Такие тоже дома будут, такие работы будут получать поддержка соуправления и впредь. Угу. Коллега, у вас есть еще вопросы к мэру? Ну я бы хотела тоже об одной новой, горячей такой теме. В ближайшее время вы подпишете договор по спонсорам, который, как я понимаю, готов выделить средства молодым, начинающим предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Скажите, кто может претендовать на эти финансы? Какой бизнес может развиваться в нашем городе? То есть, я так понимаю, там интимные услуги, алкоголь, эти сферы сразу вычеркиваются. Таких специалистов нам не надо, таких фирм, которые будут специализироваться. На что город рассчитывает при поддержке предпринимателей молодых? Ну, вообще-то главный спонсор этой программы – это на сам город и на городской бюджет. И хорошо, что у нас есть партнер в виде банка, который тоже вложил определенные деньги в реализацию этой программы. И условия этой программы уже утверждены, и действительно, они сейчас начнут работать. Важно, чтобы… Тут важно даже не те отрасли, которые мы будем поддерживать. То, что не надо поддерживать, вы правильно определили. Это, в принципе, просто понимают все городы. Важно то, чтобы молодые люди могли бы, начиная свой бизнес, иметь финансовую поддержку вне традиционных условий. Потому что, действительно, не очень охотно банки из своих денег выделяют такие кредиты, где нет достаточной гарантии или нет опыта работы у предприятия, у фирмы. И мы будем эти деньги выделять. Присутствие банка, я думаю, позволит выбирать те проекты, которые в перспективе смогут и дальше работать, и уже дальше финансировать свою деятельность. Или от прибыли своей, или уже нормально в кредитном учреждении. Важно, чтобы начинающие бизнесмены имели бы возможность до первого шага. Ну да, и название такое – импульс. То есть, вы даете импульс, а уже сам предприниматель, получается, решает, как дальше. Ну, конечно, никто не может считать, но думаю, что программа будет востребована. И не разовая эта акция, мы будем ее продолжать. И в следующие годы, потому что поколение молодое всегда появляется, и необходимость в их деятельности, и создавать им условия для этой деятельности надо. Что ж, спасибо вам большое. У меня вопросов тоже больше уже нет. Могу сказать вам, такой комплимент сделать, правда. Мы вас завалили вопросами на разные темы, но, по-моему, Люба не даст соврать, вы хорошо отстылялись по всем фронтам. Я думаю, что эта беседа была познавательной не только для нас, журналистов, но и для наших телезрителей, для жителей города, которых тоже волнуют все те вопросы, в принципе, которые мы озвучиваем в своих беседах с должностными лицами самоуправления. Так что спасибо вам за внимание, спасибо вам, Яне с Антоновой, за то, что нашли время пообщаться с нами. Всего хорошего, встречаемся в следующий раз в пресс-клубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова